В начале и ближе к финалу спектакля во всё зеркало сцены демонстрируется хроника Великой Отечественной. Подвигу советского народа и Красной Армии отдано должное. В обязательном порядке. Андрей Житинкин сделал это определённо не из опасений преувеличить роль мировых лидеров. Сталина в частности. Дело в том, что ему вслед за драматургом важно было заглянуть внутрь этих гигантов, трёх лидеров. В сущности он отделил интриги вождей от необъятного исторического контекста. Он всё равно необъятный. А перед нами три субъекта, которые едят осетрину и выпивают, и с большим трудом договариваются. В Малом театре Житинкин ставил Пушкина, Лермонтова, Сомерсета, Моэма. Безопасный литературный театр, политическая история, минное поле. Поговорили с режиссёром о том, как он по нему прошёл. Теперь, когда я узнал содержание пьесы и спектакля, я думаю о том, что на месте постановщика, спектакля, я бы больше всего боялся вылепить образ Сталина мудрейшим, добрейшим, справедливейшим. Неужели у вас не было такого рода опасений? Конечно, было. Я могу сказать, что мы, конечно, не обеляем Сталина. И у нас остаётся всё равно вот этот вот момент, когда он, в общем-то, уничтожает жену ближайшего своего референта. Но поскольку для нас уже... И больше ничего дурного о нём, может, я хочу сказать. И больше ничего дурного, да. Но, вы знаете, это его такие психологические игры, потому что нам было важно, как он зомбирует, по сути, этого Алексея. И не случайно потом даже Алексей в конце спектакля повторяет просто какие-то его фразы. Это было важно. Да, про поляк, потому что он очень... Или, допустим, это не жестокость, это необходимость. Это же абсолютно, повторяет он за ним. То есть это гипноз. И я думаю, что поскольку Сталин в этой ситуации фигура для нас историческая, мы даже даём в конце справку такую очень сухую. Но подчёркиваем, что это самое загадочное, противоречивое и так далее. Противоречивое, понятно. А что же нам загадочное? Он новейший. После всего того, что мир узнал о нём в последние полвека, чего-то загадочное. Знаете, я вам скажу так. До сих пор всё равно не очень понятно с его уходом, с его смертью, например, и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что сейчас, когда открываются какие-то архивы, и понятно, как он вообще всех держал за ниточки, и как он очень часто играл в спектакли со своими приближёнными. Кстати, у нас это даже немножко есть. То есть он, конечно, играет. Он был выдающийся актер. Одна фраза в конце, когда, помните, уже идёт банкет, он как бы идёт трансляцию, большой микрофон, да-да-да. Это идёт как бы по всем мировым радиостанциям. Все стоят, он говорит тосты. И вдруг он говорит, я наивный старик. Это же понятно, что это такая ложь. И самое страшное, что так потом и было. И дело в том, что после того, как они расстались, всё перевернулось на 180 градусов. Умирает Рузвельт, не выбирают Черчилля и так далее, и так далее. Кстати, они у вас все трое появляются из-под земли. Они как будто из преисподней вырастают. Или какая тут была идея? Нет, абсолютно правильно. Дело в том, что всё-таки все они, ну, скажем так, монстры той мировой истории. И сказать, что они, скажем, могут договориться, это решается в контексте спектакля. И зрители думают, будет, не будет, будет, не будет. А то, что это враги, и то, что они друг друга ночами, вот этими бессонными, когда они варили кашу, как говорил Сталин, это его цитата, заварить кашу. Вот когда они мучают своих референтов, причём мы не боимся показывать, как они пьют, как они болеют, какие лекарства принимает Рузвельт, как надирается Черчилль. Вот эта вот вся закулисная атмосфера. И, конечно, Сталин, который тут же награждает своего референта, Алексея, жену которого убил. Более того, мы скачем интригу. Вы вообще доверяете драматургу Лукасу Савельсенову в том, что касается исторической правды? Вы знаете, тут есть очень тонкий момент. Конечно, он пользовался архивами, но он иностранец. Мы с вами знаем больше, по-моему. Вы выросли с этим? Абсолютно. Мы на этом выросли. Но у нас всё-таки художественная реконструкция исторических событий. Именно поэтому, кстати, мне кажется, это правильно, нет портретного грима. Нет портретного грима, есть некая доля остранения. Потому что нам важен был темперамент мысли. То есть... Иван Иванович даже почти без акцента говорит. Да. Вы знаете, мы так договорились. Специально? Когда есть момент, скажем, интимный, он вдруг даже может с этим акцентом, с Алексеем, вдруг для политиков он почти его теряет. Или наоборот, когда в нём жёсткость, он вдруг просыпается, в нём его, конечно, грузинская кровь. Вы, как никто, работали в большом количестве театров, с большим количеством очень разных актёров. Поэтому именно вам я хочу задать этот вопрос. Опыт приходит быстро. Талант виден сразу. Вот что всё-таки отличает народного артиста от даже пока незаслуженного? Ммм, потрясающий вопрос. Вот даже в том, как они ставят паузы внутри, это народный артист. Я иногда даже иногда прошу им, помогите своему референту или молодому актёру. Потому что они наполняют собой. Момент присутствия здесь невероятно важен. Вот когда Сталин отрывает лист блокнота, лист из блокнотика. Вот этот звук очень важен. Или когда Сталин вдруг что-то слышит, чего ещё не слышим мы. Он слышит, как пошёл снег. Это вообще момент такого, знаете, присутствия личности. Поскольку очень мало актёров могут на наших глазах не просто текст проявлять. Правильно оторвать листик. Правильно оторвать листик. И спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам.